Ребят, здорово! Это Шамшурин и прежде чем вы посмотрите это видео, где есть запись моего тренинга, то, что мы там делаем, хотел бы в эту тему сказать пару слов. Еще раз напомню, что замечательная техника для тех людей, которые переживают так сильно, что девушка вот откажет, девушка не даст номер, девушка меня сольет, девушка то-то, девушка то-то. В чем ваша ошибка? Ваша ошибка в том, что вы результатно ориентированы в этом случае, в этой ситуации. Вам нужно понять, что здесь цель научиться тому, чтобы получать удовольствие от процесса. То есть только тогда вам будет кайфово, только тогда вы будете от этого радоваться и получать удовольствие, быть счастливыми. То есть если для вас каждый раз знакомство с девушкой будет чем-то вроде какого-то стресса, какого-то собеседования по работе, какого-то там боя в финале UFC, чего-то еще, ну не будет ничего хорошего. Потому что это неправильно, что вы идете, для вас как бы есть какая-то плюшка в конце в виде ее телефона, одобрение номера там и так далее, обнимашек. Ну, ребят, это несерьезно, потому что, ну хрен знает, это то же самое, что вы живете целый год, например, в ожидании того, что у вас через год, не знаю, там, квартира, которую строят сейчас, вам дадут ключи. Либо, что через год вам выдадут какую-то премию, либо через год вас повысят, либо через год, я не знаю, вы там переедете в какой-то другой город, и вы все это время ждете в мучениях каких-то диких и думаете, когда же, когда же, когда же это произойдет. И для вас это конечное событие очень важно. Я вам хочу напомнить, что конечное событие может так и не произойти, но такое бывает, не знаю. Фирма строительная разорилась. Вот, город, в который вы решили переехать, не знаю. Его разбомбили инопланетяне. Вот, но, как бы, по факту, по этой логике, что я целый год должен, ну, не быть счастливым сейчас, не быть счастливым в моменте, не получать удовольствие от жизни, от процесса жизни и бытия, только потому, что я жду какого-то конечного результата. Но это нелогично, тупо и неправильно. То же самое с девушками. Поэтому, еще раз, рекомендация такая, идите туда, просто взять, ну, не взять номер, а просто пообщаться. То есть, вы идете посмотреть, нравится вам эта девушка или нет. Плюс, естественно, при этом вы должны проявить инициативу. Природа так создала. Те остальные, кто против природы и говорит, что почему я должен, почему я должен, идите в жопу. Можете дальше ходить и причитать, почему вы должны. Есть факты. Вы можете ничего не делать и ждать, пока девушки к вам сами будут подходить. Такого не будет. Ну, либо станьте Месси, станьте, я не знаю, там, каким-то, Энрике, Глессисом, кем угодно. Ну, не тем, кем вы сейчас являетесь. То есть, вы идете общаться, если общение нормальное, если вам нравится эта девушка. То есть, вы идете и оцениваете ее при общении. То есть, я иду не для того, чтобы я понравился, а для того, чтобы я сейчас в процессе общения понял, приятно мне с этой девушкой или нет. То есть, переверните этот вектор. Сто раз уже об этом говорил, напоминаю еще раз. И если она хорошо общается, если вам она нравится, если классно все, если она на вас хорошо реагирует, вы думаете, блин, а вот сейчас дай-ка я попробую взять у нее телефон для того, чтобы увидеться еще. Это как некая детская игра, в которой дети меняют правила прямо посередине игры. То есть, такая вот, скажем, подмена понятий. То есть, когда сначала вроде правила такие, что вы идете только общаться не за телефоном, ни в коем случае, но типа посередине игры раз вы взяли и поменяли правила так, как вам захотелось. Пожалуй, только это вам сейчас поможет тем парням, которые вообще никак не могут избавиться от результатно-ориентированного мышления, которых все время парит, дадут ему телефон или нет. То есть, ребят, телефон это опять же не показатель. Ну, даст она вам телефон в следующий раз, вернее, когда вы ей позвоните, она просто может не взять трубку. Телефон ничего не значит. Абсолютно. Плюс второй момент, что вы должны это преподносить так, что не надо слишком сильно активничать. Потому что есть ребята, которые приходят на обучение, они сами по себе такие активные. Плюс еще от какого-то стресса эта активность в них еще больше возрастает и увеличивается. И получается, что когда они подходят девушке, они слишком напористы, слишком активны, и эта девушку скорее отпугнет. Либо это может вызвать ощущение, что ему прям очень-очень сильно надо. То есть, вы делаете это из позиции нуждаемости. Это нужно делать из позиции сытости. Понимайте это как хотите. И если даже сейчас этой сытости нет, сыграйте по-станиславскому. Сыграйте эту сытость. То есть, притворитесь и представьте внутри, что вы реально сыт, что у вас нет проблем с девушками, с номерами, с чем угодно. Как-то вот так. Ну, ребят, смотрите, видос дальше. И для тех, кто собрался на тренинг практика с 28 по 31 марта. Это уже весенний тренинг практика. Группа 20 человек. Я и два моих лучших тренера. Несколько саппортов поддержки. Все мы будем рука об руку делать с вами практические задания. Те, которые вы не можете сделать самостоятельно. Либо совсем, либо в том объеме, который нужен для того, чтобы перейти на новый уровень. Ссылка под этим видео. Записывайтесь. Увидимся на тренинге. Пока. Что там, как домашка, как что? Я вот, наверное, заступил, наверное, зайти много раз, скорее всего. Я уже не писал, наверное, на цели, наверное, я сказал, что я вас включу. Ну да, вы, кстати, думайте в первую очередь о том, почему вам будет классно с этой девушкой. Может, вам реально не стоит с ней встречаться. Может, она неинтересная. Вам будет прикольно на свидании даже. Ну просто сейчас номер это какой-то критерий и понятно, что... Ну, если вам уже как раз классно во время знакомства, и вы понимаете, что будет классно во время свидания, то вы просто меняетесь цифрами и все. Короче, смотрите, чуваки, подходите пообщаться. Все, забудьте сегодня про это. Это такое детское поведение, когда вы меняете правила игры посреди игры. Ты точно идешь с полным осознанием того, что я иду общаться. Ну вот идет телка, почему не пообщаться, потому что она прикольная. Может, она прикольная. Заметь, не то, что может, она даст номер, а может, мне понравится с ней общаться. Мне понравится с ней общаться. И когда мы с ней общаемся, я понимаю, что она и реагирует хорошо, и она прикольная. И, как бы, в принципе, я бы хотел с ней увидеться. И в этот момент ты, как бы, меняешь правила игры. Такой, говоришь, а, нет, надо взять номер. Слушай, а давай я запишу. А если она тебе не нравится, или не нравится, как она общается, или что-то в ней не так, ты говоришь, да ну и все, я пообщался. Слушай, ну ладно, тебе, бобра, там все. Ты просто прокачал тем самым в очередной раз, получил какой-то опыт коммуникации и пошел дальше. Довольно счастливый. Ей поднял на стороне себе. Потом на следующий день пришел оплачивать штрафы в ментовку там или куда-то. А там очередь 150 человек. Ой, здрасте, ой, здрасте. А мы с вами общались. Да, 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 все. Она говорит, проходите без очереди. Но это уже такие, скажем, отдельные плюшки. А можно уже, как бы, это значимость по ней, по низике, и, допустим, стоишь, общаешься. Ну, ты уже нормально, но как бы не особо в моем вкусе. А зачем, чувак? То есть ты подошел, вот мне уже кажется, эта хуйня нелогичным. То есть, нет, смотри, ты подошел ко мне, говоришь там какую-то хуйню, я думал, слушай. Потом говорит, ну, в принципе, не в моем вкусе. Я думаю, блядь, ты нахуй, ты подходил вообще, дебил. Ну, то есть смотри, можешь делать как хочешь, но многие из вас это применяют очень неправильно. Они начинают переигрывать вот в этом лыслизме, да, там типа, я еще не решил. Стоит ли мне позвонить тебя? Ну, они же тоже не дуры. Она когда выкупит, по-сорву, сорян, она когда выкупит, что это все, как бы, игра, блядь, в какого-то крутого чувака. Она подумала, блядь, иди ты нахуй, чувак. Че ты вы ебаешься? Понимаешь, никто не отменял правила, чем проще, тем лучше. Сука, будь проще, и люди потянутся, да? И это как раз к тому, что многие из вас здесь стараются быть сложнее, стараются быть круче, когда подходят. Для этого и задание, а я не альфа-самец и все прочее, чтобы вы поняли, что да, сука, я могу обосраться. Покажите ей, что вы не идеальны, вы обычный чувак, то есть как бы, и это наоборот, как, вот это, блядь, вызывает больше симпатии, понимаешь? Не надо вот этого. Я тут стою, думаю. Не мою вкусу. Не, не мою вкусу, блядь, да. Я делал начало, там, прикольно выглядишь, чуть-чуть. Потом раз, включаюсь нормального и говорю, слушайте, девчонки, у меня такая история. И тупо не альфа-самца начинаем. Но тебе вообще меньше всего надо это делать. Не надо было делать, да? Вот твой диагноз, у тебя и так... У меня и так и все у тебя. Не, правда, мы тебе не давали такое задание. Чувак, у тебя другой диагноз. То есть ты, в принципе, это нужно для тех, кто боится, что он сейчас что-то не то ляпнет, он хочет показаться там крутым, и он думает, не дай бог, сейчас как-то не так встану, блядь, как-то не так оценит. То есть те, кто не может вообще подойти, ты подходить можешь, то есть у тебя нет такого раздумья. Тебя надо, наоборот, как-то, блядь, асоциализировать, что ли, не знаю, запаковать в такого социального, спокойного, адекватного чувака. Потому что вот когда я видел вчера, ты подходишь резко, тебя много, ты начинаешь, вот такой какой-то ты весь, блядь, то есть ты слишком активный, тебя слишком много. Сегодня будем, короче, придумаем тебе кодовое слово, но это и некоторым еще типам. Во-первых, руки в карман будешь, да, вставлять, когда будешь подходить. Во-вторых, себе, а не ей. В жопный карман, я хотел в карман вставить. Во-вторых, будем какое-то кодовое слово сейчас придумаем. Я, проходя мимо тебя, буду его говорить, чтобы ты не забыл об этом. Ну, например, там, не знаю, блядь. Я не с моржа, да. И то есть, когда я это слово говорю, ты превращаешься в того, ну, как бы, так сказать, кого бы сейчас надо бы из тебя сделать, то есть ты там есть такой спокойный внутри себя и так далее. То есть, это не значит, что мы на тебя какой-то костюм оденем. То есть, ты же можешь быть спокойным дома, там, где-то еще на релаксе, там, ходить яйца чесать. И, соответственно, ты будешь подходить и говорить очень медленно, с паузами, спокойно, блядь, с улыбкой, с минимумом вот этого вот всего, блядь, модели клоуна, понимаешь. Там, привет, блядь, или не привет, эй, здорово. Круто выглядишь. Ну, то есть, какие-то паузы, какие-то вот такие вот, там. У тебя кофта прикольная, как будто из резинки вот эти вот сделала. Ты, наверное, резиновый человек. А что, тоже поезд ждешь? Ну, то есть, если ты не знаешь, что говорить, хоть что-то, просто говори вот так, с паузами, с, блядь, не торопясь, разделяя вот эти речи по минимуму, движений, спокойно, вот, как будто ты знаешь, она, блядь, злая-призлая-призлая-призлая, блядь, собака, которая оторвалась от цепи, и ты идешь домой, так, оба, это, кстати, не дает тебе пройти. Скорее всего, ты не будешь говорить, ааа, это, блядь, то есть, ты будешь такой, привет, может, ты туда пойдешь, смотри, кошка, ну, то есть, ты будешь вот ее, как бы, успокаивать, говорить спокойно, медленно, так, тихо, то есть, тебе надо превращаться в такого чувака, то есть, он в тебе есть, просто сейчас ты поймешь, что таким чуваком тоже, как бы, даже эффективней, и это же от какого-то внутреннего беспокойства, ну, то есть, оно не может быть именно от этой ситуации, оно может быть вообще по жизни, и это вообще там зарождается где-то еще с пеленок, просто вот человек вырастает беспокойным, и, как бы, за это беспокойство ты вот так реагируешь на мир. Кто-то там одевает на себя костюм альфача, да, там, потому что внутри он, ну, как-то, не знаю, блядь, не доверяет миру, ему страшно, что может случиться какая-то хуйня, и он решил, что вот в таком виде, мне безопаснее жить, то есть, ты когда-то, в детстве, много раз это произошло, ты решил, что безопаснее быть вот таким вот активным чуваком, тебе надо получить опыт того, что ты можешь быть медленным, спокойным, расслабленным, сыграть это, блядь. Много раз, да? Да. У меня такая же просто младшишка, как у тебя. Юра, вообще, там, он куда-то ходил даже к каким-то специалистам, Юра, скажи про это, понимай свой костюм, ну, вот эти всякие, нет, которые речь исправляют, как-то дикторы, потому что он так вот там, когда разговаривался, ты что, ты классно выглядишь, ты, я с Кирова приехал, что, я хочу тебя выебать, а когда-то вот так вот, и у него есть какие-то спецы, которые... Да, еще хуевее было, на самом деле. Сейчас, были спецы, которые он куда-то ходил, которым он там ходил ставить речь. Я читал там медленно все, там, нами заставлял, ну, знаешь, вот этот, руки вот сюда убирать. Знаешь, когда ты ходишь, допустим, как читает стихи, вот он ходит там, ну, чувствует он с толком, с расстановкой, короче, и там через пять минут меня уже начинало колпашивать, потому что это, ну, не мой темп. Это как вчера у тебя было с этим. Вот, и все, а потом я уже стоял, ну, как бы, не знаю, там, подходов, может, сто было уже, то есть после этого, ну, так вот, руки расслаблены. Вообще, самая фишка, это когда вот кисти болтаются в Вову, там, есть много видео, когда устает, ну, как обезьяна, так вот, руки... Это вообще показатель, что, ну, ты не дергаешься, тебе не надо лишний раз жестикулировать, и все, ты на полном контроле, это вообще такой кайф, но это придет там... Но это, Юра, делал не только ради общения с девками, да, то есть ты же просто пошел к специалисту, и она ему очень жестко вернула, вот, грамотно дала обратную связь, что, типа, это такое холопское какое-то, ну, небарское, что она тебе такое сказала, какая-то фраза мне запомнилась. Волебейская. Нет, говорит, ты как все равно, как ребенок, то есть вообще, ну, как бы, настоящий мужик, он, знаешь, там, есть такое понятие, сказал, как отрезал, то есть там слово, там, на 2-3 килограмма, то есть ты там сказал, блядь, бах-бах-бах, все тебя все поняли. А здесь тебе кажется, что тебя не услышат, там, ну, как бы, ты какой-то маленький ненужный, ты поэтому стараешься заполонить собой эфир, там, тра-та-та-та-та-та-та-та, что ты говоришь, 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 потому что тебе кажется, что... У вас у многих тут такой косяк. Знаешь, как бы, этого, ну, будет недостаточно, хотя, знаешь, подошел мужик, там, сказал, блядь, иди сюда, ну, то есть, как бы, это должно хватить. Там, привет, там, не знаю. А ты, как бы, ну, не видишь себя, что ты так действительно можешь, и вот, как бы, забалтывать человека, еще вот такие паузы неловкие, да, в которых, может, она тебе какие-то неудобные вопросы задавать, ты начинаешь и, там, забалтывать, блядь. А как раз молчание было для того, чтобы мы сейчас будем его делать в полях, в том числе, для того, чтобы вы поняли, что, сука, ну, само по себе словосуществание, неловкая пауза, оно абсурдно, понимаешь, как неловкая, блядь. Ты сидишь там дома с мамой, за столом в гости к ней пришел, ешь, такой, сука, я уже две минуты молчу, блядь, пиздец. Что подумает мама обо мне, что я, блядь, что я ебанулся или что? Кучу видео пересматривал, там, допустим, например, с Михалковым, она говорит, посмотри, он, знаешь, ведет себя как барин, блядь. Он, прежде чем сказать, что, знаешь, что так подумает, вот, ну, блядь, неохота даже говорить, ладно, скажу. Понимаешь, как каждое слово вот так вот. Есть еще такое правило десяти секунд, когда вам вопрос задают или вам что-то, в принципе, нужно сказать. Десяти секундную паузу делаете и только потом говорите. Посмотри, Оша, любые видеозаписи, Оша, это, вон, другая, но уже сидит. I told him about Osh. Ну, и надо понимать, что очень долго, не два, три раза сделать. Ну, этим надо, это вообще по жизни, понимаешь, когда вот какая-то ситуация, ну, спорная, я не говорю, что там какой-то махач, ну, вот, не знаю, блядь, какая-то ситуация, где надо вот отстоять, что, не, ребят, должно быть так, там, по бизнесу ты с кем-то встретился, по работе, с клиентами, они говорят, давай нам, блядь, ты на сдачу или на продажу? Я в магазин продаю. Ну, допустим, я говорю, чувак, я хочу скидку, блядь, там, 200 тысяч, например, там, от миллиона, ты говоришь, блядь, как так, там, ну, типа, моя комиссия, да? Говорит, вот так.